Ежегодно в ряды Вооружённых сил Российской Федерации отправляется молодое поколение десногорцев, которое достойно выполняет свой гражданский долг. Поддержать тех, кому предстоит пройти школу мужества и стать настоящими солдатами, пришли почётные гости. Перед ребятами они выступили с напутственным словом. Также было зачитано обращение к новобранцам главы города Андрея Шубина. Мы надеемся, что вы зарекомендуете себя грамотными воинами. Хочу пожелать вам не лёгкой, а интересной службы и вернуться в родной город Десногорск повзрослевшими и возмужавшими. От администрации города всем ребятам на память о сегодняшнем событии вручили сувениры. На встрече председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Рожкова ещё раз напомнила призывникам о постоянном участии комитета в жизни солдат. Она раздала ребятам специально подготовленные для них памятки призывника. Помните, мы всегда вас ждём и всегда рядом. В преддверии Великого Дня Победы в России стартовала народная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Весенние призывники Десногорска – одни из первых удостоились чёрно-оранжевой ленты, которая ещё раз напомнила будущим солдатам о долге, чести и патриотизме. Своим личным опытом военной службы поделился с новобранцами Михаил Хоботов. Работать, жить в коллективе и надеяться на локоть и плечо своего товарища. Тот, который рядом с вами. Именно коллективом, именно братством сильна армия. После официальной части всех присутствующих ждал праздничный концерт. Перед ребятами выступили творческие коллективы Центра культуры и молодёжной политики. Очень приятно, что для нас устроили этот праздничный концерт, уделили нам внимание и подарили памятные подарки. И, как говорят сами десногорские призывники, которые уже через несколько дней отправятся служить Родине, служба в армии – долг каждого. Будем служить с честью и достоинством. Кто-то из ребят отправится на службу уже через несколько дней, 22 апреля. Кто-то догонит их в конце весны, но остальных ждёт служба в начале лета. Попадут они, конечно, в разные части. Это всё зависит от степени годности здоровья, также образования, но и учитывается, естественно, их нежелание. Успешной воинской службы, солдатской дружбы и здоровья пожелали десногорским призывникам все присутствующие в зале. Так завершилась весенняя акция «День призывника».